Первый стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Комментарий. «После мрачной картины антихристово времени, глава тринадцатая, ты на зрителю показывается отрадная картина небесного блаженства, победивших во Христе». Иоанн видит «Вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи». Это напоминает слова апостола Павла, евреям 12, 24, 22. «Вы приступили к горе Сиону, и тьмам ангелов, и торжествующему собору и церкви первенцев, и к судьи всех Богу, и к кадатуе Нового Завета, и Иисусу, и крови кропления». Под Сионом здесь не может, разумеется, буквально та гора, на которой стоял Иерусалимский храм. Но это небесный Сион, высший Иерусалим, город Бога Живого. В каждом городе бывают особо чтимые места, определенные памятники или иное что, определяющее лицо и значение города. Храм Святого Петра в Риме, Кремль в Москве и так далее. Здесь Иоанн видит, Агнец стоит на горе Сионе. Агнец – это Христос, бывший как непорочная жертва заклан за грехи мира. Не только для земли, но и для всей вселенной важна жертва Христова, ибо и там, в небесном граде, является Он в виде Агнца, чтобы посредством Его, Агнца, примирить с Собою, с Богом, все, умиротворив через Него, ровью креста Его, и земное, и небесное. Волосианам 1.20 Вместе с Агнцем на горе Сионе и с ним видят Иоанн 144 тысячи. Кто эти блаженные со Христом? Андрей Кисрейский пишет, что эти 144 тысячи надо отличать от составленных ранее из всех колен Израилевых, но о девстве, которых не засвидетельствованы. Сравнение 144 тысячи в седьмом, в седьмой главе первой и восьмой стих, и по восьмой стих, и в четырнадцатой главе первой по пятой показывает, что это не одни и те же. Общим является только число 144 тысячи. Это двенадцать умножить на двенадцать умножить на тысячу, означающее многоплодие апостольского семени, 7.4. Характеристика же тех и других 144 тысяч разная. Там в главе 7 мы видим всю церковь, всех запечатленных чад Божиих, выделенных из погибающего во грехах общества людей и сохраняемых Богом на земле во все времена, особенно же в кончину века при Антихристе. Здесь, в главе 14 мы под 144 тысячами разумеем первенцев, совершеннейших во Христе, цвет и красоту христианской церкви, а не всю ее. Это можно сравнить, как в двенадцатой главе «сын-муж жены церкви» и прочие от семени ее. В главе 7 показаны не прочие только, а вообще все. 144 тысячи в главе 14 – это «сын-муж жены церкви» 12-13. И то не все мужественнейшие чадо церкви, а только девственники. У этих 144 тысяч имя Отца и его Агнца написано на челах. На челах 144 тысяч в 7 главе полагалась печать. Но то была печать дара Духа Святого и Животворящего Креста, которая отличала на земле верных от неверных и ограждала их от вражеской силы. Здесь же мы видим иное. И эти 144 тысячи, в отличие от тех, находящихся не на земле, а на небе, и надпись на их челах имени Бога Отца, есть осуществление обетования данного победившим на земле. И напишу на нем имя Бога моего. Сравни также с подобными текстами Откровения 2.17-3.12. В главе 7 через печать дается спасение земным. Здесь награды достигшим неба. Богопочитание и на земле уже так пронизывает все существо подвижников, что отражается и на их челах. И вид, их вид и именуется уже не лицо, а лик. Лик. Небесной наградой и завершением их Бога уподобления на земле будет написано писание имени Отца Небесного на их челах. Откровение 14.2. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Комментарий. И услышал я голос неба с Иоаннской горы, с небесного града, где с Агнцем Христом блаженствовали небожители, и среди них виденные Иоанном 144 тысячи. Этот небесный голос был как шум от множества вод и становится как звук сильного грома. Эти звуки сливались в одну дивную гармонию с мелодичными и тихими звуками гуслий. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Звучность, ясность и гармония песнопений святых. Струны их сердец слаженно настроены, и дух святой, как смычком, водит по этим струнам, источая дивную песнь. Откровение 14.3. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Комментарий. Эта песня несравнима с теми старыми песнями, которые пелись на земле. Эта песня содержит новые неведомые ранее тайны небесного блаженства. 1 Коринфянам 2.9. Говорит о тех новых благодеяниях Божьих, которые сподобятся святые на небе. Это также прославление Бога за те новые дела божественного всемогущества и милосердия, которые будут явлены в тяжелые и ужасные годы кончины века. Песня эта нова также и по своему исполнению, ибо воспевается новой, прославленной тварью на небесах. Поется эта песня перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. Теперь совершенно ясно, что созерцаемая тайнозрителем картина Сиона не иная, как все та же картина небесного престола Агонса, четырех животных, двадцати четырех старцев и прочих небожителей. В испевании этой новой песни 1. Перед престолом, 2. Перед четырьмя животными, 3. Перед двадцати четырьмя старцами есть Бога избранность. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих ста сорока четырех тысяч. И здесь мы видим небесную иерархию и чинность. В небесном ликовании будут участвовать все небожители, но не все одинаково. Различна будет слава святых. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезды. И звезда от звезды разнится в славе. Так и воскресение мертвых. 1. Конефирном 15, 41-42. Как и Господь говорил, что в доме отца моего обители много, Иоанна 14-го. Каждому по его чину и славе. Из того, что кроме ста сорока четырех тысяч никто не мог научиться сей песне, видно, что они после четырех животных и двадцати четырех старцев преимуществуют над другими небожителями. Хотя тогда знание отчасти и прекратится. 1. Конефирном 13, 9-10. Но откровение божественных тайн будет сообразно с настоящей жизнью. Иоанна 14-го. 1. Конефирном 15, 41. Чистота духовная определяет и степень познания духовного. 2. Чистое сердцем Бога узрит. Матфей 5, 8. Чем чище человек духовно, тем становится просветленнее и глубже проницает его взор созерцание и познание божественных тайн. Кроме того, поскольку эта новая песня особо воспевает те новые благодеяния Божьи, которые будут излиты в кончину века, то и воспета она может быть только теми, кто пройдет через это горнило испытаний. Праздник Победы по-настоящему может переживаться только прошедшими войну. Таким образом, мы видим, что эти 144 тысячи должны рассматриваться как лучшая часть тех 144 тысяч, число 144 тысяч, и там, и там, имеет символическое значение. Что описано в главе 7, и которые означали всех спасенных. То есть это число символическое, не означающее точное число. Об этих 144 тысячах говорится как об искупленных от земли. Здесь же речь не об искуплении от грехов и вечной смерти, об искуплении от земли, то есть о том, что эти праведники теперь искуплены, освобождены от несчастья и страданий земной жизни и предстоят перед престолом Бога и Агонца. Филиппицам 1.23. Далее четко определяется, кого надлежит разуметь под этими 144 тысячами. В стихе 4 и 5, которые мы будем читать завтра, дается пять их характерных черт. Богу нашему слава вовеки. Аминь. Спаси Христос всех за слушание. Если какие-то вопросы есть, если Игнатий Тихонович на связи, он может ответить. Игнатий Тихонович здесь. Отвечает на вопросы. Задавайте. Это все знает. Прекрасно. Игнатий Тихонович, мир вам. Мир вам. Игнатий Тихонович, помогите советам, как принять правильное решение. Мне сейчас предложили инвалидность получить на время лечения. Я никак не могу определиться, потому что врачи говорят, что в принципе есть надежда победить этот рак в течение полугода. Я вот не знаю, на какую сторону склониться. потому что братья советуют то получать эту инвалидность, то не получать эту инвалидность. Подскажите, как... Получать. Даже не думаю никогда. Мне приходилось стеклить большие корпуса военные. Вот это, там железнодорожные, там что-то было-то. И 43 градуса мороза, и там козла руки подогреешь, и у меня парализовало обе руки. Я был на пенсии, вторая группа сколько. Ну, а потом разные методы и вышел. Обязательно остановитесь, получаете обед, будешь свободен. Тяжести разные не поднимай. Аккуратнее будет, сколько можешь. Поклоны земные делать, сколько можешь. Три поклоны сделай, сильно себя старайся это... Ну, швы, чтобы не разошлись или что-то. Спаси Христос. Аллилуйя. Так, никого больше нет. Отхожу. Игнатий Тихонович, подождите, мир вам, это Ксения Михайлова. Давай, Ксения Михайловна. Игнатий Тихонович, я прошу молитв за себя, потому что очень тяжелые у меня испытания бесовские. Вот прям как будто, вот как будто голос, что я детей своих не воспитаю, как будто я их всех поубиваю. Ксения, есть хороший метод такой. Всегда вспоминай тех, кому труднее. а труднее тому, кто в плену сегодня. Раненая, брошенная. И тогда нам как-то легче переносить. Мы не одни. Господь, кого любит, то он оказывает, приближая к себе. Прими это с благодарностью. Не будь у нас таких болящих, неизвестно, где мы были сегодня. А мы вот и встретились два калеки. Спасибо, Игнатий Тихоч, благодарю вас. Береги, береги себя от ропота и знай, что Господь тебя любит. Именно это любовь его. Кого любит? Вот так и надо понимать. Потому что страдающий плотью перестает грешить, написано. Тело и душа так связаны, близко, друг с другом. Зато он говорит, наказывая на ребенка, тело, мы ворощуем душу. И Господь ворощует нас через эти болячки. Все, отошел. А вот написано же в молитвах, волнуешься житейскую бурю, кости зимя покаяния на праве. Может быть, какие-то грехи я тяжелые делаю. Почему так на меня напал этот бес? Ну, вы хотите заущенные молитвы молиться? Я уже ничего не знаю. Ну, хорошо, ты знаешь, что у тебя болит. Ты знаешь, кто против тебя идет. Ты знаешь, что ты хочешь. Вот это все Господу искажи, это разговор с Богом. Все. Я не могу вытерпеть, Господь, дай мне силы вытерпеть. Кто-то против, там, благослови их, Господи, чтобы они не умерли в этом состоянии. Все время иди по трем ступеням. Проси, благодари и словословь Бога. Я другого не могу сказать, потому что это единственная истина. За ней нет ничего. А это дает все. Ты с Богом. И он смотрит, как один Господь показал ему путь, он идет с Господом и там на песке следы, два следа. Потом он глядит, а там один след. Он, Господи, вот здесь мне было трудно, и я как раз думал, что я брошенный. А ты как думаешь, это еще и свет? Ну, еще и мой, я один шел, тут болото было. Это я тебя на руках нес. Поэтому один. Вот надо как смотреть. Господь знает все наше, все прежде бытия нашего. Спасибо. Я знаю, были операции, могут дать такой-то сход нехороший, ну, как Богу угодно, он-то знает. Он главный врач наш. Так что будь спокойно и никакой паники, ни грамма. Будь радостной, веселой. Написано, радуйтесь, всегда радуйтесь. А Павел был в это время плененый, в казематах сидел, мокрые стены и рука прикованная к стене. Радуйтесь. И посланник филиппистам пишет, 13 раз слово радуйся. Так успокойся и благодари Бога, чтобы никто не думал даже, что тебе плохо. Особенно враги торжествуют, когда венят, что мы страдаем. Разогнись. Все поняла. Благодарю. Да. Помоги тебе, Господи. Вот я уже и помолился. Помоги Ксении все выдержать. За все благодаря и за все прославляя. Господи, на все. Аллилуйя. Так, никого нету, больше отхожу. Иванович Мирлан, прошу вашего совета. Надо ли брать благословение, идя на операцию? Вот мне предстоит впереди операция. Хирургическая операция. У вас операция? Грыжа. Да, грыжа, грыжа. Ну, грыжа такая операция, которую нужно помочь убрать. Иначе что-то разрыв будет еще больше. Да, поэтому я операция. Операция бывает такая. Я знаю, одна монахиня, она, ну, не знаю, пришла к старцу. Он говорит, ты знаешь, что у тебя это болезнь? У тебя родители этим болели. Ну, вот я думаю, как иди, иди, пострадаешь и умрешь. Она пошла, сделала операцию, поболела после этого и померла. А это, грыжа, это у меня у дедушки была грыжа. Помолись и сделай. У священника обязательно брать? Ну, а не, разве лишнее это будет? Подойдите, добрые слова ему скажите, чтобы он помнил вас. Утешьтесь. Спаси Христос, Алилуйя. Спаси Христос. Алилуйя. Слава Богу. Так, никого больше нет? Ухожу. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Благодарю за труды. Слава Христу. Аминь, спаси Христос. 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 спаси Христос. Аминь,